Говорит и показывает Минск. Это военно-врачебная экспертиза и медицинское освидетельствование. Поясните, что это за виды деятельности, которые вы ведете, потому что так сложно понять из этих слов. Вы должны понимать, что одной из задач Центральной военно-врачебной комиссии и любой военно-врачебной комиссии, это определение категории годности к военной службе по состоянию здоровья в отношении военнослужащих. Также военно-врачебные комиссии занимаются медицинским освидетельствованием граждан, поступающих на военную службу по контракту, в отношении граждан, поступающих в военно-учебные заведения. В некоторых случаях приходится проводить военно-врачебную экспертизу в отношении граждан, проходящих альтернативную службу. Ну и, наверное, это основные такие задачи. Что касается требований к состоянию здоровья граждан, связанных с воинской обязанностью, то мы здесь являемся со-разработчиками совместно с Минздравом. Мы проводим разработку данных требований. Вот сегодня основные вопросы будут касаться этих требований. Вот нужно понимать, что призыв на воинскую службу начинается с медицинского освидетельствования, да, вот как вы и сказали. Да, это одно из мероприятий. Вот вокруг здоровья призывника всегда ходят разные споры, разные легенды, разные проблемы. Об этом пишут нам и на портал Минск Ньюзбаев, Телеграм-канал, вопросы. Много об этом. Вот давайте мы их постараемся обобщить. И вот я начну. Скажите, вот как принципиально видоизменились вообще требования к здоровью призывника, ну, к сегодняшнему, к 22-му году? Пишут, что они стали более лояльны. Уже как бы легче, что ли, по здоровью попасть в армию? Или как, вот поясните, как сейчас? Ну, я, наверное, сделаю акцент на том, чтобы наши слушатели понимали, что военно-врачебные комиссии, они не проводят медицинское свидетельство для призывников. Мы, может быть, в некоторых случаях помогаем нашим коллегам гражданским определять категорию годности к военной службе в отношении призывников, но непосредственно призывниками, ну, так просто выражаясь, мы не занимаемся. Это гражданские врачи, да? Да. Которые прикреплены к военкоматам? Этим занимаются врачи-специалисты, которых привлекают для этого в соответствии с решением местных респолкомов в период проведения призывной кампании, так скажем. То есть эти врачи, они определяют категорию годности к военной службе по состоянию здоровья по установленным клинико-функциональным диагнозам. В этой связи хочу сказать, что требования к состоянию здоровья граждан, они определены в инструкции соответствующей. И сказать, что требования какие-то принципиально новые, это не так, потому что, как и 20 лет назад, в армию призываются и с пролапсом ментального клапана, и со сколиозом, и с плоскостопием. То есть новшеств каких-то больших при переработке нормативных правовых актов по экспертизе не было внесено. Якобы говорят, что вот с 19-го года были одни требования, в 20-м, и в дальнейшем они чуть-чуть, что ли, стали лояльными. Ну, форма документа изменилась, изменились, может быть, некоторые подходы в диагностике заболевания. Но я бы не сказал, чтобы прямо принципиальные такие подходы были изменены, и какие-то новые требования применяются к призывникам. Как и раньше, так и сейчас требования примерно одни и те же. Ну вот нас спрашивают, призывают ли на службу хронических больных, например, с гипертонией, пролапсом ментального клапана, с регургерацией язвы, гастритом. И если да, то они же должны получать какие-то лекарства. Их дают бесплатно в армии. И каким образом солдаты эти лекарства могут получать? Ну, если в армию призывается призывник с гастритом или с язвой 12-перстной кишки, то, конечно, такие призывники идут служить не в те воинские части, которым предъявляются по здоровью наибольшие требования, так скажем, а в такие воинские части, в которых требования более мягкие, так скажем. Если требуется принятие каких-то медикаментов, вернее, прием каких-то медикаментов в военнослужащем срочной службы, то, конечно, военные врачи, которые имеются в воинских частях, отслеживают этот вопрос. И военнослужащие бесплатно получают необходимые медикаменты без каких-либо проблем. Если требуется какая-то диагностика дополнительная, если требуется проведение лабораторных исследований, то все проводится в плановом порядке. Либо в Минском военно-медицинском центре, либо в других центрах, которые есть по республике в других городах. Дмитрий Дмитриевич, скажите, вот каким образом итоги медицинского освидетельствования влияют на распределение по видам и родам вооруженных сил? Кто попадает в спецназ, а кто может попасть и в резерв? Более здоровые призывники попадают, конечно же, в спецназ, в десант, в органы пограничной службы. А те призывники, которые имеют заболевание, они попадают в те воинские части, в которых не предъявляются большие повышенные требования к состоянию здоровья. Необходимо также учитывать и, так скажем, параметры человека. Если он высокий, то он не сможет служить в танковых войсках, в танковых воинских частях. Если вес его превышает 90 килограмм, то он не сможет служить в десанте. Зрение и все остальное. Зрение, тогда он не сможет быть механиком-водителем боевой машины. Это все, конечно же, учитывается. И работниками военкомата под параметры призывника, под состояние здоровья подбирается такая военная специальность, которая больше всего ему подходит. Вот службы в резерве. Туда кто попадает? Что касается службы в резерве, наши слушатели должны понимать, что требования по состоянию здоровья к резервистам и к обычным срочникам, они одни и те же. Однако количество мест в службе в резерве ограничено. Сколько набирается молодых людей в службе в резерве, данный вопрос лежит в компетенции главного организационного и мобилизационного управления. Дмитрий Дмитриевич, скажите, каковы основные требования к поступающим в Минское Суворовское училище, к курсантам военной академии Республики Беларусь и к ребятам, которые идут на военные факультеты гражданских вузов. И самое главное, эти требования по здоровью отличаются от требований к обычному призывнику, который идет служить солдатам в армию. Основные требования, предъявляемые к поступающим в Суворовское училище, это хорошее состояние здоровья, потому что подавляющее большинство выпускников Суворовского училища в дальнейшем поступают в военные учебные заведения, в интересах вооруженных сил или других силовых ведомств. Что касается гражданской молодежи, поступающей в военные учебные заведения, то требования к их состоянию здоровья не сильно отличаются от требований, которые предъявляются к призывникам. Можно сказать даже, что они практически совпадают. Единственное, что при наборе определенной специальности в военные учебные заведения предъявляются еще дополнительные требования в состоянии здоровья, поэтому, как уже говорилось ранее, по призывникам не все могут служить в десанте, так и не все могут поступать в воздушно-десантное училище, так скажем. Или... В военно-воздушные силы. Да, или в военно-воздушные силы. Поэтому вот в этом, в специфике некоторой имеются отличия. Но требования основные, они одинаковые, что к призывнику, что к поступающему в военно-учебное заведение. Вот, наверное, и вы сталкивались, и мы получаем такие вопросы, вот что делать родителям, когда они не согласны с заключением, например, врача, вот этой комиссии медицинской, да, по призыву в армию, у них есть какое-то подтверждение, ну, они считают неправоты, возможно ли это обжаловать решение, куда им обращаться. Вот, ну, родители считают, что ребенок болен, его забирают в армию, да, а врач считает, что нет. Как действовать? В нашей стране призыву на срочную военную службу подлежат граждане с 18-летнего возраста, то есть совершеннолетние. Поэтому они сами должны выражать согласие, либо несогласие с решением призывных комиссий, которые выносятся в отношения их. Нам, конечно, непонятна беспокойность пап, мам или родственников с состоянием здоровья призывников. Но тогда в этом случае они должны иметь соответствующий документ, то есть специальную доверенность, чтобы представлять интересы своих сыновей или родственников, так скажем. Скажите, ну, все-таки, ладно, это уже детали, да, то есть представлять интересы или сам призывник, но вот все-таки где это можно обжаловать, если есть несогласие? Если же все-таки призывник не согласен с решением районной призывной комиссии, то по закону он может обжаловать данное решение вышестоящую призывную комиссию. В городе Минске это Минская городская призывная комиссия. В областных центрах это соответствующие областные призывные комиссии. Тогда до вынесения решения областной призывной комиссии решение нежестоящей комиссии приостанавливается. Вопрос можно решить и, так скажем, и мирным путем. Если призывник не согласен с диагнозом или категорией годности к военной службе, то он может просто обратиться к врачу-специалисту, который принимал решение в отношении призывника, либо к врачу, руководящему работу врачей-специалистов. Это такой врач, который руководит врачами-специалистами, которые в военкомате выносят медицинское заключение по призывникам. Тогда медицинские документы призывников будут комиссионно рассмотрены. Если будет необходимо, призывник может быть направлен на контрольное медицинское обследование для того, чтобы ему вынести уже диагноз, ну, так скажем, окончательный, чтобы было понятно, чем же призывник на самом деле болеет. Если необходимо и случаи сложные, тогда можно привлекать и главных специалистов областных, если в области конфликт возник, или же можно даже, наверное, обратиться к главным специалистам Минздрава для того, чтобы решить вопрос о диагнозе. Ну да, есть же внештатные кардиологи. Да, есть внештатные кардиологи. Если же случается так, что диагноз установлен, а врачи-специалисты затрудняются вынести решение категории годности к военной службе, тогда врачи-специалисты, наши коллеги гражданские, так скажем, они могут обратиться к нам в Центральную военно-врачебную комиссию, и мы тогда поможем им принять решение о категории годности к военной службе. Ну, наверное, так решаются вопросы все. Вот смотрите, если не сложно, вот обобщите этот вопрос по ключевым каким-то направлениям. Вот с какими сегодня диагнозами болезни сейчас не призывают на воинскую службу, и положена ли отсрочка этим людям? Еще очень интересен момент, отсрочка до какой срок делается, и как часто надо повторять эту медицинскую комиссию. Ну, так скажем, непризывных диагнозов очень много. Их перечислять... Да, невозможно. Невозможно перечислить всех. Они все указаны в инструкции об определении требований к состоянию здоровья граждан. Ну, например, сколиоз третьей степени, плоскостопия третьей степени, бронхиальная астма, например... Порог сердца и так далее. Пороги сердца, да. И указаны все эти заболевания. Но тут даже, может быть, важно не само наличие заболевания, а очень важно, насколько выражено нарушение функции при данном заболевании, при конкретном заболевании. Потому что вот степень выраженности нарушения функции и категория годности может быть разная. Скажите, вот такой момент важный. То есть человек негоден к воинской службе, ему дают соответствующий документ, но а потом через год опять вызывают на медицинскую комиссию. Сколько раз должна проходить такая медицинская комиссия? С чем это связано, что диагноз не окончательный? Я, наверное, разделю сразу на две части ответ свой. Первая часть, это, наверное, будет касаться так называемой срочки по состоянию здоровья, когда призывник признается временно негодным к военной службе на срок до одного года. Это не является неравно признание его негодным к военной службе, так скажем, полностью. Это так называемая временная негодность к военной службе. Через год он опять идет на комиссию. Через год, либо, может быть, раньше, даже, может, через шесть месяцев. Бывают разные ситуации, бывают разные диагнозы, которые требуют наблюдения. Некоторые диагнозы, некоторые заболевания требуют лечения. Требуется призывника этого лечить. Тогда признается он временно негодным к военной службе. Ему дают отсрочку от службы на какой-то срок. И в этот период отсрочки им занимается уже гражданское здравоохранение. То есть его вызывают в париклинике. Ему проводят процедуры, реабилитационные мероприятия для того, чтобы, так скажем, повысить его годность, чтобы он стал здоровее. Соответственно, он стал возможным призвать его на срочную военную службу. Если же случается так, что у призывника диагностируется заболевание непризывное, вот о чем я говорил, например, бронхиальная астма или плоскостопие третьей степени, тогда он признается негодным к военной службе в мирное время и решением районной призывной комиссии зачисляется в запас. И в некоторых случаях через 3 года примерно он может быть перекомиссован. То есть он может быть вызван в военкомат, там проведет ему медицинское освидетельствование, и может быть через 3 года он станет годным. Но есть некоторые заболевания, достаточно выраженные заболевания, достаточно серьезные, которые не подлежат вызову на перекомиссию, так называемую. И перечень данных заболеваний, он указан в отдельном нравственном правом акте, и тоже он есть в интернете. Поэтому сама по себе отсрочка, чтобы не путали наши слушатели, отсрочка не равно признанию негодным к военной службе, отсрочка, и это все-таки такое временное понятие. Вот максимум отсрочка может быть на один год. Понятно. Друзья, это эфир Радио Минск, ведущий Дмитрий Портон. Программа «Говорит и показывает Минск». Я напомню, что в гостях у нас заместитель начальника первого отдела Центральной военно-врачебной комиссии Вооруженных сил Республики Беларусь, военный врач Дмитрий Крупский. И мы сегодня говорим о здоровье наших призывников. Давайте от призыва к вопросам организации медицинского обследования, лечения в воинских частях, военных учебных заведениях. Вы знаете, есть много анекдотов по поводу качества лечения в госпиталях военных, но, с другой стороны, многие мечтают попасть, например, наоборот, к военным хирургам. Вот в последнее время Минск новости часто пишут, что в столице открываются различные поликлиники, больницы, и они укомплектованы, оснащены современным диагностическим оборудованием. Как в воинских медицинских учреждениях хватает ли возможности и средств укомплектоваться КТ, МРТ различными диагностическими приборами и аппаратами? Вопреки анекдотам о армейской медицине, я бы хотел сказать, что в армии, как и в гражданском здравоохранении, военнослужащих лечат в соответствии с требованиями клинических протоколов, диагностики и лечения, которые утверждены Министерством здравоохранения. Что касается военных медицинских центров, то, например, в Минске, где расположен главный военно-клинический медицинский центр, имеется самое современное оборудование, имеются все возможности по диагностике любых заболеваний, как военнослужащим, так и бывшим военнослужащим членами их семей. Наши специалисты, начальники отделения главного клинического медицинского центра, они также являются главными внештатными специалистами Медицинской службы вооруженных сил по своим профилям. Многие из врачей, специалистов главного военно-клинического медицинского центра имеют ученые степени. Ну и, например, на периферии, в других городах имеются военно-медицинские центры. Например, в Борисове, в Гродно, в Барановичах. Они тоже оснащены хорошим оборудованием, позволяющим диагностировать различные заболевания. Если мы коснемся уже медицинской службы воинских частей, то во всех воинских частях есть медицинские подразделения воинских частей. И там проводятся все положенные, так скажем, мероприятия по медицинскому обеспечению военнослужащих срочной службы. В том числе мероприятия и по реабилитации, и по диспансеризации, и по лечению военнослужащих. Поэтому не нужно бояться, что какой-то вид медицинской помощи не будет оказан. Любой вид медицинской помощи при необходимости военнослужащему срочной службы, да любому военнослужащему, будет оказан на высшем уровне. То есть подводим итоги, что вообще не нужно бояться идти служить в армию. Это мы сегодня столько говорили о болезнях потенциальных призывников, что хочется всем пожелать просто здоровья. Друзья, это была программа «Говорит и показывает Минск», ведущий Дмитрий Портон. Я напомню, что в гостях нашей студии был заместитель начальника 1-го отдела Центральной военно-врачебной комиссии Вооруженных сил Республики Беларусь, подполковник медицинской службы Дмитрий Дмитриевич Крупский. И, соответственно, мы сегодня говорили о здоровье наших призывников и в целом о работе системы здравоохранения в армии. Всего вам самого доброго. Видео-версию нашего радиоэфира вы сможете увидеть сразу после вещания на портале «Минск Ньюс Бай», а также на нашем официальном YouTube-канале. До свидания. Говорит и показывает Минск.